приветствую вас в новом уроке лето как нельзя лучше подходит для реализации творческих задумок с использованием различных трав как вы понимаете его можно оставить в таком виде он немного подсохнет и с ним абсолютно ничего не случится его также можно окрашивать золотой в серебряный в белый цвет в черный например для каких-то креативных съемок сейчас этот каркас готовы к заполнению и заполнять я его буду следующими цветами во-первых для букета использую вот такую замечательную пушистую остильбу также в букет я хочу добавить лилию это садовая лилия которая имеет вот такой тигровый окрас мне очень нравится именно такая лилия и она классно подойдет к нашему букету также в букет сегодня я добавлю 3 герберы гербера хорошо гармонирует с лилией по цвету и вы понимаете что я выбираю достаточно плоские шарообразные цветы чтобы они заполнили своей массой каркас никакую зелень дополнительно я использовать не буду но мне нужно закрыть все технические детали если вас смущает картон то его можно также закрыть либо листьями либо например лентой из аспидистры тогда все будет максимально эстетично этим видео я хочу пригласить вас на наш базовый онлайн курс по флористике который включает в себя 20 уроков этот курс предназначен для новичков для тех кто только начинает свой путь во флористику все уроки логично выстроены от простого к сложному курс содержит в себе 4 блока первый теоретический в котором вы узнаете основы колористики о том как сочетать цвет в букетах также мы поговорим о выразительных средствах и принципах о формировании структур в букете о законах пропорций о том как создавать группировки как выгодно подчеркивать дорогие цветы как расставлять цветы внутри букета и композиции поговорим о линиях акцентах также конечно затронем тему хранения обработки цветов как сделать так чтобы цветы стояли дольше как сохранить аксессуары которые не поддерживаются с помощью воды после изучения теории вам будет предложен небольшой тест на закрепление знаний второй блок композиции в нем вы увидите пошаговые инструкции пошаговые видео уроки о том как собирать разные формы композиций как выстраивать круглую композицию или образную композицию за счет линий я покажу как делать не надо потому что на ошибках все воспринимается лучше и лучше запоминается блоки композиции мы поработаем с пиафлором вы узнаете тонкости постановки цветов в цветочную пену и много чего другого после блока композиции необходимо будет выполнить практику на выбор создать композицию любой формы сразу отмечу я не смотрю на дороговизну цветов мне важно как вы технически усвоили материал как вы выстраиваете цветы в цветочной пене каким образом вы используете правило пропорции используйте правило группировок и распределение материала все практические задания в виде фото с разных ракурсов в задании все очень подробно описано как фотографировать работу чтобы я ее максимально полно оценила вы прикрепляете ее к уроку и я ее сразу вижу также вы получаете от меня обратную связь комментарии рекомендации с иллюстрациями для того чтобы материал максимально усвоился так мы работаем с каждым блоком еще будет два блока по букетам и блок по свадебной флористике где мы создадим классический букет невесты и аксессуары для невесты в двух техниках в клеевой и в тейпированной данный курс прошло уже более 700 человек и я получила огромное количество положительных отзывов от девочек из разных стран да учиться можно в любой точке планеты с любого комфортного устройства будь то телефон планшет или компьютер я горжусь что моими учениками стали девушки из азии европы конечно же россии америки австралии острова бали география моих учеников поистине обширная этот базовый курс мы улучшили на основе обратной связи также сделали его более полным и теперь он отвечает на все вопросы новичков курс станет для вас ключиком который открывает дверь в мир флористики не упустите начать новое дело вместе с нами жду вас на курсе хочу отметить если вы используете такой декоративный каркас нам не нужно его максимально закрывать цветами зеленью а или какими-то другими элементами нам нужно его показать это наша работа это определенный вид букета поэтому я выбираю цветы которые лягут шапкой на каркас и каркас в то же время будет все равно видно также добавлю в букет пижму она очень стойкая и хорошо смотрится в летних букетах дополнительно хочу разбавить ягодами вот такой глянцевой круглой фактурой это калина и дополню букет несколькими ветками диантуса вот такого нежного кремового оттенка который сгладит всю нашу цветовую гамму я хорошо поработал над каркасом закрыла все элементы которые могли бы быть видны даже с цветами поэтому мне остается лишь сделать заполнение каркаса а заполнять его очень просто по спирали я увожу все цветы всю зелень и ягоды создавая объем объемную шапку в каркасе каркас как я уже сказала немного лесной поэтому выбираете сюда подходящий по стилю материал забить такой каркас обычными розами будет не очень уместно поэтому очень важно подобрать тот состав который будет внутри каркаса с двух сторон по диагонали я поместила калина она немного свисает на каркас что придает изящности дополнительной букету гвоздику устанавливаю группами можно также распределить ее равномерно по букету все зависит от желания и от вашей задумки и 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 с герберами или например анимоны мы с теми цветами которые имеют яркую серединку четко-очерченую может случится такая ситуация что при постановке их в угруппированным виде они будут смотреться как глаза. Продолжение следует... Мой букет готов. Основа каркаса хорошо читается. В то же время она сливается с шапкой за счет выходящих элементов. Сами цветы не провалились внутрь. Они подчеркнуты каркасом. Он удерживает шапку цветов. Сейчас мне осталось закрепить точку сборки анкор-скотчем и подрезать ножки букета. Когда подрезаем ножки букета, помните о пропорциях, о соразмерности стеблей к шапке и к каркасу. Рекомендуемые пропорции это 2 к 3 или 3 к 2. В данном случае у нас две части ножки букета и три части приходится на шапку букета. Это стандартные пропорции для подобных видов букета. Я сейчас декорирую ножку красивой лентой и покажу, как выглядит этот букет поближе. Итак, вот что получилось. Букет в таком каркасе смотрится очень необычно и можно действительно удивить. вы поняли, что такой каркас создается быстро из подручных подножных материалов. Поэтому я призываю всех пробовать делать такие каркасы, представлять их своим клиентам и обязательно использовать такие или подобные каркасы с техниками травоплетения в коммерческой флористике. А на сегодня я с вами прощаюсь и мы увидимся в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok